доброй ночи друзья сразу хочу ответить на один комментарий там пишут и уже несколько раз писали убрать петушка бентамку там где мои бентамки сидят и оставить их спадуаном чтобы цыплята стали с холками на голове я уже в несколько раз об этом говорил ну несколько раз отвечал на этот вопрос но возможно не все смотрят всю длину ролика и не слышали этот на шпарате так и ходят вот это я я сказал что падуаном курочки будут вот отсюда эти уже взрослые курочки они просились хотя сказать вылупились у курочек еще перед новым годом сейчас в конце мая им будет уже пять месяцев и вот с них мы сделаем семью падуаном еще два месяца падуаны пошивут так с ну с бентамками а потом отдадим ну как бы штучек 7 может 8 курочек на одного петушка больше мне не надо так что я не хочу сейчас оставить с падуанами потом старым курочкам бентамкам подселять нового петуха а эти не подходят потому что это от них это их детки короче это только морока ничего не меняем пока пока все живут так как нужно покастрировал кабанчиков жду завтра за поросятами гостей заберут вот эту свинку вот этого кабанчика и еще двоих кабанчиков может белого ну этого и серого или этих двоих я не знаю но я им пока я их покастрировал заказано на завтра 4 поросенка ну вот так надеюсь надеюсь что приедут люди так как пообещали сегодня никого не продал но я думаю что не страшно если завтра приедут четверых заберу то знаете без пеленки ну такая вот прям красота пришел водички налил корма досыпал и на этом на этом все дела сделаны с брудером не нужно два раза в день эту пеленку менять они начинают выпрыгивать это сложно единственное это им поменял поилку у них ставили пол-литровые баночки теперь литровая поилка они теперь им это воды предостаточно выпивают ну две с половиной где-то за сутки литры ну получается утром ставил в обед поставил и сейчас убрал но выливал не чуть чуть не допитое было и вот новый поставил они не хотят все с цыплятками но с перепелятками хорошо вот это бздюха которая абсолютно не растет такой клюв какой-то ровный в общем не растет этот цыпленчик но я думал что он будет проваливаться в сетку но нет не проваливается еще где-то есть такой же тоже небольшой вот этот как раз он и есть но этот чуточку лучше этот граммульчику вот прям подрос а то все прям дюхаб 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 ну вот есть конечно такие которые и из нормальных не вне сильно большие но этот просто ж какой-то да что то это за дюшечка маленькая а ты расти собираешься для пошел пошел к своим да ну вот так кажется немножко стали почище да пузики такие стали пушистенькие и знаете что я заметил что почти почти не налипли эти катышки на ногтях по ну на когтях потому что кажется что я этих оставил на сетке раньше чем тех которые большие да ну вот прям прям я не вижу несколько может штучки 3 я снял сегодня больше я прям не вижу это просто я они мне на глаза попались а так можно сказать никаких катышков на на пальчиках нету вот так еще на сегодняшнюю ночь 36 им оставлю потому что вот та дверь была открыта вот эти 35 и они чуточку кучкуются собираются в кучу ну конечно вы сейчас скажете ничего не не кучкуется им просто места нету но если бы кому-то было жарко они бы перелазили и старались бы рассредоточиться по ну пошире но так как дверь туда-сюда открывалась то 34 им прохладно вот такие они неженки да но стали вроде хорошенькие ну а белые белые вот здесь 15 16 штук белых которые которые не то что они крупнее окажется что помельче но не знаю как будет как будет так и будет этим обормотиком знаете они так себе то растут но я от них постоянно каждый день жду каких-то вот таких ровных дат 25 дней 30 дней мне прям нравится их взвешивать хочется еще разочек взвесить хорошие стали округлились грудки заросли какой у них будет веса в 30 дней я не знаю но и какой он должен я тоже пока не нашел никакого не ролика ничего нужно посмотреть ну как бы в поиске именно не для техасцев обычных а вот именно для вот таких бралерков какой у них должен быть вес 30 дней но я думаю что вот это прям толстенькая может быть до 400 грамм посмотрим мне даже попадалось видео знаете я пока вот ищу ролик попадался что кто-то ну вот какой-то человек занимаясь перепелками крупными вот такими забивал в 30-35 дней то есть тушка вот 400 грамм живьем ну плюс-минус до резаная будет 300 грамм только представьте какое молоденькое мясо 30 дней ему всего так что но это когда разведемся большим объемом их а пока пока просто взвешиваем никаких забоев не планируем да ну вот так знаете вот сейчас я уже замечаю сегодня тоже отправил посылку с яйцом замечаю что немножечко объем яйца падает крольчихи перепелки становятся все старше и старше с каждым днем и у них яйцекладка уменьшается после года яйцекладка вообще становится ну примерно 50 процентов от изначальной не знаю сколько здесь но около 70 должно быть но где-то 15 штук я еще брал сегодня то есть ну может 90 смесли но как-то кажется что как-то кажется что мало потому что я ну долго собираю долго собираю посылки не знаю я вы меня извините если там кто-то писал по поводу яйца и я не ответил потому что я собирал люди ждали заказ и я сегодня его отправил это как раз тот заказ о котором я несколько дней назад говорил что несколько людей попросила под определенный момент я сейчас тоже ну могу понять людей вот в таком русле потому что у меня тоже сейчас забит инкубатор и если бы мне зимой то есть как бы яйцо да то в любой день я беру и закладываю инкубатор а сейчас вот я сейчас жду яйцо от ухи и люй и от этих силадонов и я прям ну силадона у меня завтра забирать я чего-то подумал что придет сегодня но нет придут силадон и завтра ухи и люйки мне еще не собрали то есть еще чуть попозже но мы сейчас с вами будем его скопировать яйцо сейчас будем закладывать яйцо опять в инкубатор но там как бы вы видели один лоток уже с него немножко вылупилась цыплят во втором лотке я положил вот эти которые посылки которая старенькое яйцо из германии ну и то яйцо которое мне прислали но я еще за него не заплатил там где мараны но там наверное не сегодня будем проверять потому что маранье яйцо она очень скорлупотемная и я его возможно не замечу но мы сейчас просмотр проверим хотя бы 35 яиц красотончики красавчики ну вот так хорошенькие вот смотрите не сняли катышек с пальца тихо 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 дай 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 сниму неудобно неудобно снял все не ругайся тихо вот так и кажется что в клетке для для курочную для несушек немножко перепелятки почище чем в этой клетке мне кажется из-за того что здесь они немножко намокают от воды от поилки а потом замазывается об корм там или еще оба что-то а там же они пьют из ниппеля там конечно получше ну да вот эти мокрая птичка сидит ну вот так все можно закрывать я на них пожаловался так они вот решили еще снести да манесенько и еще и знаете из-за того что как бы курочка стареет яйцо может становиться мельче не так как у кур что курица что там за драки старая курица несет много ну то есть яйцо покрупнее у перепелок у старых курочек от которых уже кто тут бьется у которых ну которые становятся такие они истощенные кажется потому что несут много 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 яйца несут и яйцо может быть помельче потому что я вот замечаю вроде куры старое был такой большой яйцо ни кормление ни поение ничего не поменялось а яйцо стало помельче ну вот так шо вам пузачки опта какие широкие стали зажиревшие да красотушки ну вот такие вот дела вот этих тоже планирую куда-то на пол нужно опускать а сюда можно тоже посадить перепелок короче брудер как бы большой хотя бы например туда отсадить ну как подрастут сейчас самцов которых на мясо отсадить сюда откормить и убирать потому что вот этих ну вот этих малышей так как они цветные то их по полу можно будет ну вот белых не поймешь а вот этих вот то еще немножко ой 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 вот это то о чем я говорю выпрыгивает как эти сюда вот у них грудка еще немножко и зарастет и по грудке будет видно кто самец а кто а кто самка у самочки будут такие точки на каждом перышке кругленькая а у самца грудка станет рыжий ну и чтоб они тут не сидели вместе с курочками так их много можно будет их просто по отсаживать но вот этот ярус вообще весь серый тут легко будет перебрать да как то так друзья все на сегодня на сегодня все да это вот эти два самых мелких которые здесь были они пока стрированы у них все зажило они стали хорошо кушать и отменно начали начали расти когда останутся только мои поросята то буду им ну начну им давать сыворотку сейчас я не даю потому что ее просто нету а потом когда останутся одни мои коровки пойдут на на траву и начнут давать больше молока и сыворотка появится так что буду им лить сыворотку и пусть растут чтобы до осени были хорошие кабанчики и еще что хочу сказать как бы красиво на опилках не было как бы сухо не было от опилок как свинюшки все поколоты вот прям поколоты капитально по возможности по возможности с опилок буду их снимать ну это я имею ввиду уже летом то есть как бы сено как только появится сено начинают косить в мае и вот если будет такая возможность приобрести сено обязательно сразу возьму сено потому что все свинюшки от малых до больших начинают на ну вот видите они чешутся от опилок как бы оно не было красиво но на опилках мне не нравится сказать что у них подкожный клещ нельзя потому что я их колол по ну как бы и вермиктином он помогает и от клещ ну и от глистов и от клеща потом поэтому свинки перед покрытием ну сразу после отлучки были все проколоты и вот то что они чешутся это именно от опилок но при этом они любят купаться в опилках и но они не не получается у них вот это связать что типа купаешься в опилках в том чешешься они такие когда подстилаешь они ложатся бочком вот так трутся об эти опилки им нравится даже даже малышня даже малышня это тоже чешется ну вот так до обормота опять прям все все изголодались до все вместе ровно сразу стали голодные эти какие красавчики да пуховиков пуховеньких покажите мне а ну чё вы прячетесь покажись покажись вот три пушистика ой 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 такая ходьба у них все вот такие дела жду жду завтрашнего дня хочу хочу поросят разделить ну и все и еще знаете вы уже несколько дней пишите чтобы я но я вижу в комментариях что вы видите почему не выпускаешь поросят побегать по проходу это так весело сейчас открою наверно наверно кастрированные не наверно точно кастрированные не пойдут ну а те остальные как бы их тут десяток так что восемь штучек могут выйти побегать давай будешь выходить давай или вы уже забыли хотя на самом деле тут же основная масса поросят это поросята манкины а они ни разу не выходили вот этот выходит тот который кастрирован это из этого загончика он помнит побегать и с сердечком помнит побегать оп 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 ну вот как раз как раз те что в этом загоне жили они повыходили так что вот это наверно все кто и побегает до ранки у тех он двоих самых маленьких уже позаживали а вот на свинке вот то что я вам только что говорил видно видите такие но я не знаю только что стояла здесь вот красные точечки как будто по такими микроукольчики как будто покололось все это все от опилок вот вам и обратная сторона опилок давайте давайте маночная каш манная кашка выходи давай страшно страшно оп 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 у кур у кур паника когда начинают бегать эти а шо ж вам страшного к вам никто не лезет вот смотрите одни петухи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 петухов 9 бинтамочных петухов у курочек 1 2 3 4 5 6 7 8 ну я не знаю это так это сколько я увидел в толпе да а бармотики видно на ней такие небольшие точки может не видно может мне только видно но я думаю видно да видно вот это все опилки ну конечно это еще и такие царапины они же еще между собой бьются но в основном это это от опилок вы пишите что в опилках там могут быть разные насекомые типа деревья сейчас леса не сильно не обрабатываются и в опилках может быть какие-то жучки разные паучки меленькие типа эти борьтесь убегай назад типа каких-то клещей вот они типа могут кусаться может и так может и так все молодежь как-то не сильно побегали но и те которые кастрированы тоже не лежат встали вот эти два кабанчика пока стрел думает все на выход а мы что остаемся и мы на выход да а кстати я уже слышал какая-то какой-то петушок уже кукарекает такой хриплый сиплый такой слабенький голосок не протяжный не звонкий но уже немножечко немножечко есть как-то так все давай назад давай 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 все побегали и хватит мне еще яйцо закладывать в инкубатор все друзья всем большое спасибо за просмотр ну всем спокойной ночи видео с авоскопированием из закладка яиц уже будет завтра ну по следующим не переливай это толстуха она постоянно хочет перевернуть воду все друзья всем большое спасибо за просмотр и еще хочу добавить смотрите пока стрированы вот он покастрирован и спокойненько уже кушает кто-то немножко сильнее как бы болевой порог чуть немножко другой ну вот тот лежит видите поросянка этот уже стал и кушает хотя тоже кастрирован ну каждый по-разному проходит вот этот момент еще хочу добавить уже много раз об этом говорил но все равно вот спрашивать поросята до как бы до того момента пока вы можете его держать поросенка кастрируем без анестезии если вам уже кажется что он сильно большой можно использовать на вокаин что угодно как бы обезболить местно но это может сделать только ветврач ну я умею делать но я не делаю то есть я и большого кабана буду кастрировать без анестезии операция длится две секунды если вы думаете что это супер болезненная операция то я вам серьезно скажу что после кастрации некоторые свиньи вообще не замечают вот этого момента что их пока стреляли так что вот так атака как бы анестезию мы ветеринарной академии нам показывали как делать я умею делать но я не делаю все делаю быстренько без бейсбола вот так все друзья ой что с экраном держаться начал всем большое спасибо за просмотр ну и всем пока пока